Всем привет! И это третий выпуск, в котором я рассказываю, где находятся камни телепортации в игре Готика 3. Третий выпуск будет рассказывать о том, где находятся камни в Варанте. И первый город на очереди это Бен Сала. В этом городе я нашел только один камень. Он находится недалеко от второй кузницы. Пройдя прямо, на прилавке мы видим камень телепортацию в Бен Сала. Забираем. И перемещаемся к следующему городу, в котором тоже находится всего лишь один камень. Лаго. Городок на границе с Мертаной. Здесь также как и в Бен Сале всего лишь один камень телепортации. Он находится недалеко от Равара Сула. Вот он, кстати, Расул. Он занимается выведением болотной травки для курения. А камень телепортации находится вот в этих развалинах на земле. Забираем. И перемещаемся к третьему городу. Бен Эрей. Золотодобывающий город Варанта. Единственный камень телепортации, о котором я знаю, находится у входа в шахту на бочке. Забираем его. Теперь у нас есть три города с камнями телепортации. И теперь направимся к городам, в которых есть по два камня телепортации. Одним из первых встречающихся в городах Варанта это Брага. Здесь мы знаем о существовании двух камней телепортации. Один камень находится у торговца Ассасина Бернарда. А второй камень находится за рабами, возле наковальни. Забираем камень телепортации на ящики. И идем забирать второй. Для этого вам придется убить торговца. По старинке заходим к нему в инвентарь. Видим второй камень. Забираем. И перемещаемся к очередному городу с двумя камнями. Бакареш. Один из центральных городов Варанта. Первый и самый легкий камень телепортации находится у охранника Сальвио. На крышке у колодца. Забираем первый камень. И пытаемся забрать второй. Выполняя квесты Бакареша, вы получите разрешение Амуля на проход в храм. В храме вам встретится маг Сигмар. У него есть собственный сундук с ключом. Как только вы получите ключ, нужно будет отыскать его сундук. Сундук находится как раз за самим храмом. Обойдя храм, вы видите небольшую пещеру. В этом сундуке Сигмара, как только вы получите ключ и сможете его открыть, находится второй камень телепортации в Бакареш. Заработав 70% лояльность в Бакареша, вас пропустят в храм. И в самом храме тоже есть свой камень телепортации. Храм Белиара. Телепорт находится в этом жилом комплексе. Как только вы подниметесь по этой тропинке, нужно будет спуститься в самый низ. Зайдя в жилой комплекс, нужно будет спуститься в самый низ сокровищницы. В правой комнате, на одной из статуй, лежит камень телепортации в храм Белиара. Забираем его и перемещаемся к следующему городу. Мурасул, как и Бакареш, является одним из главных городов Варанта. В этом городе мы знаем о существовании двух камней телепортации. Один находится на столе недалеко от арены. Сейчас я его забрал. А второй в инвентаре торговца Ильи. Для этого нам придется его убить. Заходим в инвентарь Ильи. Кроме камня телепортации, мы видим еще и ключ к храму и договорная расписка Масила, который понадобится нам для квестов. Забираем все и перемещаемся к столице. Иштар. Столица Варанта. Первый телепорт находится у главного входа. Забираем телепорт. Набрав репутацию Ассасинов 75, вы сможете спокойно прогуливаться по нему. Для того, чтобы забрать второй камень телепортации, вам нужно спуститься от входа в замок направо. Камень находится у Алхимика Далазара. Убиваем его. Заходим к нему в инвентарь. И забираем второй камень телепортации в Иштар. Теперь же у нас остался только один камень телепортации. Это камень в дворец Зубина. Камень телепортации в дворец Зубина находится в самой дальней комнате. Пройдя через все усыпальницы, доходим до крайней кровати. Возле последней кровати на одной из подушек лежит камень телепортации в дворец Зубина. Забираем его. И для нас это самый последний камень телепортации из всей серии Готика 3. Мы собрали абсолютно все камни. Если вы считаете, что какой-то из камней я пропустил, пишите об этом в комментариях. Всем удачной игры. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok